Зимних развлечений в городе стало больше. На площади свободы в самом центре столицы появился настоящий снежный городок. Особенность этого сооружения в том, что его строили дети. Конечно, под чутким руководством взрослых наставников. Ребята с огромным удовольствием и ответственностью занимались строительством. Ведь после того, как строительство будет завершено, там можно будет играть и веселиться вместе с друзьями. Особое внимание, конечно, уделялось горкам. Сегодня мы с друзьями пришли строить этот крутой снежный городок, где будет много ледяных горок и труба, по которой можно будет скатиться вниз. Взрослые тоже могут здесь повеселиться. И все это будет для всех бесплатно. Проект снежного городка также разрабатывался вместе с ребятами из творческого объединения Вивита. Получился эдакий город-дракон. Конечно же, это не случайно, ведь все мы помним, что 2024 год дракона по восточному календарю. И он юным проектировщикам и строителям очень понравился. Стоит отметить, что все объекты снежного городка выполнены не из того снега, которого у нас более чем достаточно во дворах и на улицах. Этот снег привезен из пирита. Он чистый, но не совсем обычный. Как раз для строительства такого вот городка. Снег, который в городе, мы не можем использовать, поскольку в нем и гранитная крошка и соль. И все это не очень хорошо для одежды и обуви. В Таллине установилась морозная и снежная погода. И можно быть уверенным, городок простоит долго и доставит немало радости и детям, и взрослым. Как и необычные снежные культуры, которые появились в Мустаме на стадионе Кадака. Аляскинская древесная лягушка. Представители этого вида появились теперь и в Таллине. Правда, наши лягушки немного больше своих собратьев, и они из снега. Ежедневно зимой работники общественного стадиона расчищают беговые дорожки и футбольное поле для тех, кто приходит сюда заниматься. Снега скопилось много, но работники стадиона вместе с художниками придумали, как его можно использовать. Пришла идея из текунсти академика создать что-нибудь из снега. И вот в данном случае это зимняя скульптура. Здесь мы видим скульптуры, которые придуманы и созданы студентами Эстонской художественной академии. Аляскинские древесные лягушки и большой жук. Что касается лягушек, то тут отдельная история. Зимой этот вид лягушек замерзает, у них останавливается сердце, но весну они оживают и продолжают свою жизнедеятельность в обычном ритме. А наше общество наоборот. Зимой весьма активно, а летом мы словно засыпаем. На создание скульптур ушло 100 тонн снега. Студенты отметили, что создание скульптур было делом непростым, но оно того стоило. Так что будете в Мустамя, заходите позаниматься на стадион Кадека, а заодно сфотографироваться с необычными скульптурами. Вадим Малышкин, Роман Васильев, Новости Таллина.